так ну что всем привет сегодня попробуем запустить печку на нашем запорожце так ну чтобы открыть их капот сначала я почистю снег теперь надо переодеться значит вот сам отопитель автономка сегодня попробуем ее оживить и попробовать запустить сразу скажу я делаю первый раз никогда еще с этим не сталкивался ну как я понял этот теплообейник который имеет камеру горения и камеру догорания вы скажете откуда берется тепло тепло берется за счет сгорания топлива вот сам электрический бензонасос тут я так понял свеча накала так что мы видим здесь вот такая вот заслонка подача воздуха с улицы или салона вроде как она работает сейчас попробую вот я сверху открывая принципе она рабочая вверх не сходит первым делом я решил снять насос разобрать его посмотреть потому что я в салоне нажимая кнопку и и насос молчит он должен щелкать качать топлива вот от него плюс тут идет масса шланги я перерезал это подача это выход также нам для запуска надо будет бензин потому что в баке бензина нет сейчас отсюда напрямую сделан с полторашки мини бак и попробуем запустить также в чем проблема еще то что когда там включаешь кнопку здесь вентилятора не крутит почему-то посмотрим сейчас все контакты здесь почистили то не поржавелись и но надо будет все почистить здесь вот такие вот контакты вот эта часть должна двигаться скорее всего я нашел причину за чего не работал вот здесь вот такие вот контакты они так сказать окислились вот в этом вот в этом месте контакты окислились прям видно что они такие ржавые сейчас я почистил и будет он работать я уже его аккумулятор проверил он не работает не щелкает в общем вот поэтому разобрал сейчас почистил контакты и соберусь обратно так ну что я почистил контакты здесь вот почистил вот здесь вот немного вот так вот подтянулся а теперь посмотрим как он будет работать отлично качает эта масса была это плюс можно собирать здесь вот имеется такие стрелки это вход это выход на печку это с бака и вот здесь вот еще одна стрелка по этим стрелкам все и собирается все собрал все как было сейчас попробую так ну все с насосом разобрался контакт сейчас зачистил и можно будет ставить так ну что давайте запустим ее все контакты я почистил которые здесь были все контакты здесь вот все было ржавое все почистил здесь подтянул подтянул здесь все почистил с четкой в общем пыли было много чтобы вся эта пыль не горела вот уже поставил аккумулятор заряженный сейчас замерим сколько здесь напряжение бензин так подача идет вот сюда подачи идет насос с насоса идет по штуцелу вот на этот как типа карбюратор уж не знаю как называется я первый раз еще говоря здесь у нас идет получается если лишний бензин сюда стекает и в общем на улицу на данный момент в баке у нас ну где-то 3 200 3 литра где-то 3 200 посмотрим сколько он съест бензина так что еще так еще такая проблема вентилятор здесь не крутился я засунул палец где заслонка и вот так вентилятор раскрутил он начал работать а до этого не крутился когда там я нажимал кнопку так ну что пробуем запустить вот эта кнопка рычаг не знаю как называется в общем это для запуска печки здесь три положения вот выключена 2 это продувка и треть это запуск вот этой самой печки и здесь вот такая загорается лампочка в общем сейчас пробуем я акум поставил так массы есть начинаю вот здесь вот такая вот типа заслонка горячий воздух должен отсюда поступать и отсюда вот воздух салона берет так надо ждать 45 секунд вот так она гудит вот это место теплая стала слышите работает гудит вентилятор потому что он до этого не крутился я крутанул его пальцем он разработался так ну что запускаю все слышу что-то гудит и щелкать насос работает и слышите печка гудит сейчас заслонку закрою оба что это такой звук как будто реактивный двигатель ни фига себя на разгоняется насос скачает потихонечку правда ну-ка что там снизу неужели работает она теплая нет странно холодная а вот это место теплое это тоже место теплое так что тут в салоне смотрите я руку приложил тут горячий воздух и пахнет таким запахом горелым как будто запах утюга знаете такой горячий ну где-то 50-40 есть на я прям чувствую от на холоде такой жар где так решил замерить напряжение когда я его поставил было двенадцать с чем-то двенадцать пятьдесят что ли сейчас одиннадцать восемьдесят чё мне не нравится то что в этой печке то что он разряжает аккумулятор нифига здесь какой пар откуда дымит не пойму так бензин не убавился так же стоит где-то 3 100 сейчас закроем капот давайте салон зайдем блин ну здесь тепло ну такой запах пошел здесь неприятный как будто знаете картошка горит ну зато жара отсюда вообще идет и отсюда жара идет смотрите снег начинает таять да тепло то здесь тепло но если здесь полчаса посидеть аккумулятор сядет и потом хрен машину заведешь как-то странно работает то медленно то быстро смотрите снег тает печка реально работать вот это класс смотрите какая-то так смотрите что-то капает такое желтое откуда это а здесь вот дым идет так что здесь в салоне здесь какой-то дым внутри в салоне как будто баня топится надо глушить эту печку уже как бы что ни загорелось так отключаем да тепло то здесь тепло какой-то какой-то дым пошел дымоган здесь уже начал снег таять так я отключил сейчас она я так понял продувку делает так ну что могу сказать наша домомная печка заработала хотя автомобиль стоял 10 лет из-за того что он долго стоял пришли негодность контакты на бензонасосе и не крутился вентилятор с вентилятором я разобрался его раскрутил на бензонасосе почистил контакты и в принципе все заработало все что мне надо было это поставить аккумулятор приготовить канистру с бензином 92 бензин кстати так небольшая проблемка вентилятор перестал крутиться я включил на первое положение здесь вот как видите нагрелась здесь тоже все горячее но вентилятор перестал крутиться так что следующий раз надо будет разобрать ее посмотреть почему он не работает кстати смотрите что я прикупил вот такие вот лампочки взял кукурузки в общем ну и салон светодиодки так сейчас поставим вот эту лампочку габариты посмотрим как она будет светить так здесь вот обычная лампочка горит двухватная здесь у нас кукурузка стоит так салон не поставил лампочку светодиодную вот она теперь так салоне светло стало включаем габариты смотрим вот так они вот смотрятся эти кукурузки так вот получилось специально сегодня до темна остался чтобы посмотреть как они светят это горят габариты сейчас включу ближний свет фар сейчас посмотрим как они с ближними смотрятся вот ближний свет фар но они глушит глушит эти габариты застрелок так эти габариты запомнили так все а вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...